Ежегодно в мирное время одесситы чтили память погибших солдат во время Второй мировой войны. Цветы несли к памятнику неизвестному матросу. В этом году все изменилось и сделать этого невозможно. На 9 мая и в городе, и во всей Одесской области вели комеданский час на 36 часов. Цветы горожане, несмотря на постоянные сирены и угрозы ракетных ударов, принесли накануне. Это уже третий затяжной комеданский час в регионе. Ранее его вводили ради безопасности 10 апреля и на 2 мая. Сейчас Одесскую область ежедневно обстреливают российские войска. Он будет действовать по всей территории Одесской области и будет длиться с 22 вечера 8 мая до 5 утра 10 мая. Прошу жителей Одесской области с пониманием отнестись к данному требованию. Выходить на улицу 9 мая без соответствующих документов категорически запрещено. Город снова не принимает междугородние поезда. Рейсовые и областные автобусы тоже не курсируют. Лишь на основных городских маршрутах ходит городской электротранспорт. Передвижение пешком, общественным или личным транспортом запрещено. Но разрешается только при наличии документов, которые свидетельствуют о необходимости такого перемещения. Направление на лечение, удостоверение о командировке, удостоверение работника предприятия беспрерывного цикла. Выгуливать домашних животных можно только возле дома. При этом в области разрешили продолжать работы в полях, выпасать скот. Такие меры безопасности местные жители поддерживают. Если сейчас есть комендантский час, значит его нужно выполнять. Это безопасность людей. Это раз. Второе, могут быть и провокации, и диверсии. Это жизни спасенные. 75-летняя Ольга Михайловна 9 мая будет дома. Говорит, с начала полномасштабного вторжения России в Украину День Победы как праздник утратит свое значение. Хотя ее отец был медиком во Второй мировой войне. Это был один из лучших светлых праздников. Вот так все семьей мы отмечали. Они думали, что на наше поколение тоже пойдет война. Но вот что мы и такая страшная, такая несправедливая. Как и для Ольги Михайловны, с началом полномасштабного вторжения Россия перестала быть для одесситов страной, которую считали добрым соседом. В Одессе на памятниках, мемориалах стерты названия страны-агрессора, как вот на этом в Парке Победы. Третьи сутки и город, и область подвергается обстрелам. Жаль, но и мы, потомки героических украинцев, вынуждены на себе ощутить от войны, развязанной россиянами, исказившими память своих предков. Сегодня расисты держат под прицелом целый народ, ежесекундно угрожая ракетными выстрелами, системами залпового огня, диверсиями и провокациями. В Одесской военной обл. администрации призывают жителей региона с пониманием отнестись к ограничениям и не нарушать их. Виктория Синько, Никита Бабенко из Одессы, специально для информационного марафона Freedom, телеканала UA.